Музыка Псориаз это одно из наиболее распространенных кожных заболеваний. В настоящее время он занимает примерно 15% в структуре всех кожных заболеваний. Около 3% населения планеты больны псориазом. Чаще всего псориаз отмечается в регионах с умеренно влажным и прохладным климатом. Обычно болеют лица в возрасте от 25 до 50 лет. Однако в настоящее время все чаще встречается псориаз в более молодом возрасте и даже у детей. Что касаемо нашего диспансера, за 9 месяцев 2017 года было зарегистрировано 1011 человек. А в период за 9 месяцев 2018 года этот показатель увеличился и составил 1086 человек. Ежевесячно в нашем диспансере выявляется около 8 человек с данным заболеванием. В этом году также зарегистрирован случай заболевания у годовалого ребенка. Что касаемо этиологии заболевания, то она до сих пор неизвестна. Около 40% приходится на наследственный фактор. К наиболее важным провоцирующим факторам относятся инфекционные заболевания, прием медикаментов, злоупотребление алкоголем, травмы кожи. Клинически псориаз проявляется появлением воспалительных папул розового цвета, которые покрыты белыми серебристыми чешуйками. Типичная локализация высыпаний при псориазе – это разгибательные поверхности конечностей, наиболее часто это локтевые и коленные суставы в области крестца и волосистой части головы. Появление папул, как правило, не сопровождается зудом. Наиболее часто встречаются следующие формы псориаза – вульгарный псориаз, ладонно-подошвенный псориаз, эксудативный псориаз, пустулезный псориаз, псориатическая эритродермия и псориатический артрит. Две последние формы считаются самыми тяжелыми формами псориаза. По распространенности псориатическое поражение может быть ограниченным, занимает менее 20% поверхности кожи, распространенным – более 20% кожи и универсальным, когда поражаются все кожные покровы. Для псориаза характерно длительное хроническое течение с частыми рецидивами. Обычно это несколько раз в год. При этом выделяют следующие варианты. Зимнее течение, когда обострение происходит зимой или осенью. Летнее течение, когда обострение происходит при действии солнечной радиации. И несезонное течение псориаза – это наиболее тяжелый вариант, когда отсутствует четкая взаимосвязь между рецидивами и временем года. Тогда практически отсутствуют периоды ремиссии. Описаны единичные длительные клинические ремиссии около 15-20 лет. Что говорить о лечении псориаза? Значит, диагноз псориаза выставляется только врачом-дедроматовенерологом. При этом заболевании дважды в год мы рекомендуем лечение в кожеве андиспансере. Также мы рекомендуем санаторно-курортное лечение в санатории Березина, которое специализируется по кожным заболеваниям. В домашних условиях люди, которые страдают данным заболеванием, мы рекомендуем использовать на постоянной основе смягчающие мази, кремы, лосьоны, а для волосистой части головы – лечебные шампуни. К сожалению, многие люди недооценивают фактор недостаточных физических нагрузок, считая, что это необязательно, и уделяя основную роль именно регуляции питания. Но это очень серьёзный и очень необходимый фактор. Будем так говорить, что почему вот эта необходимость и вот этот вопрос возник именно сейчас. Ведь на протяжении многих столетий, тысячелетий этот вопрос как-то не поднимался, и люди вроде бы как-то и жили. Почему именно сейчас внимание физическим нагрузкам такое вот значительное, и так много об этом говорят? Дело в том, что это своеобразная расплата за комфортную жизнь. На протяжении многих тысячелетий организм человека развивался в условиях очень больших, значительных физических нагрузок. В принципе, будем так говорить, человек очень много работал и мало ел. За исключением, будем так, некоторых привилегированных слоёв населения. Теперь у нас картина диаметрально противоположная. Мы едим много, двигаемся очень мало. Человек, мечта человека была избавиться от тяжелого физического труда. И будем считать, что она практически сбылась. Тем более, что эта проблема наиболее актуальна даже стала в последние 10-15 лет. Потому что взять промежуток еще 20-30 лет назад, все-таки физического труда было больше. Сейчас у нас быт стал намного комфортнее. Стиральные машины, автоматы, посудомоечные машины, личный транспорт, может, очень много теперь у всех машин. Это избавило человека практически от необходимости двигаться. Плюс еще современные гаджеты, они способствуют тому, что люди даже в свободное время, если человек как бы работал раньше, мало двигался, когда работа была сидячая, но между работой он что-то делал, то теперь и отдых у нас заключается в том, что мы смотрим, лежим, сидим и практически ничего не делаем. А организм человека, он развивался в процессе очень серьезных физических нагрузок. Он и создан для физических нагрузок. И вот возникло такое противоречие, что этих нагрузок нет, и организм оказался к ним просто не приспособлен. И плюс еще достаточно усиленное и калорийное питание разнообразное. И как результат развитие ожирения, гиподинамия, плюс с сильным питанием. У нас теперь практически незачем двигаться. Физического труда тяжелого нет, в быту тоже особых нагрузок нет, общественный личный транспорт, и можно весь день практически ничего не делать. И от этого очень сильно страдает организм. Роль гиподинамии как фактора риска развития неинфекционных заболеваний, она доказана, и она занимает где-то примерно одинаковое, но может чуть ниже место после курения и высокого уровня артериального давления. Поэтому именно с недостаточной физической активностью сейчас связывают тройку основных заболеваний. Это с болезнью сердца и сосудов, сахарный диабет второго типа и онкологические заболевания. Поэтому эти нагрузки просто нам необходимы. И очень важный момент тоже психоэмоциональное напряжение. Дело в том, что двигательная активность является конечным звеном психических процессов. И поэтому обычно вот эта вот какая-то команда в центральной нервной системе обычно заканчивается движением. У нас она сейчас ничем не заканчивается. Поэтому даже для профилактики депрессии, всех психоэмоциональных напряжений тоже необходимы физические нагрузки. Польза физических нагрузок для организма, она неоспорима. Во-первых, это благотворное влияние на все органы системы. Будем так говорить, физические нагрузки – это самый лучший и единственный эффективный суперсжигатель жира. Ничем не заменить нельзя. Это нормальный обмен веществ. Физическая активность, но только регулярная физическая активность, она усиливает обмен веществ, даже основной обмен веществ, то есть в покое. Но для этого нужно какое-то определенное время тренировок. Второй важный момент. Физические нагрузки очень благоприятно влияют на скелетную мускулатуру и на кости. То есть на развитие физической активности она приводит к тому, что идет развитие скелетной мускулатуры. Это очень важно. Особенно есть такое понятие, как мышечный корсет. Формирование мышечного корсета, это особенно глубокие мышцы спины, они способствуют удержанию позвоночника. Поэтому это очень важное средство и необходимое средство для профилактики остеохондроза. И для детей это очень важно. Это профилактика нарушения осанки. То есть все наши проблемы со спиной, они могут быть снижены или уменьшены во многом за счет регулярных физических нагрузок. Затем мышцы прикрепляются к костям. Соответственно идет и нагрузка на костную систему. Поэтому укрепляется костная масса. И это очень важное средство в профилактике остеопороза. Причем даже намного более эффективное, чем дорогостоящие препараты, содержащие кальций. Поэтому для этого необходимо. Второй момент – это растяжение, подвижность связок и суставов. То есть это все влияние на наш скелет. И на мышцы. Очень важный момент – это влияние на сердечно-сосудистую систему. Потому что обеспечить поступление кислорода для мышц, для тканей, возможно только через работу сердца и легких. Потому что они прокачивают кровь и доставляют его для работы мышечной системы. Поэтому это первое необходимое условие тренировки сердца и легких. Это серьезная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Что еще важно отметить? Это для здоровья в целом. Я уже упоминала об этом, но хочу еще раз подчеркнуть. Физические нагрузки – это самое лучшее средство для снятия стресса. Это конечное звено стрессовой реакции. Этот механизм заложен у человека в процессе эволюции. Не только у человека, но и у всех животных. Поэтому, когда мы не даем выхода нашим эмоциям через физические нагрузки, они остаются у нас и возникают серьезные проблемы. Что еще хотелось бы отметить? Это важные условия для развития ребенка. Потому что многие родители, к сожалению, грамотные родители знают о том, что важно развитие мелкой моторики. Но не менее важным является развитие скелетной мускулатуры. Потому что движения мышцами, руками, крупные вот эти движения – это все управляется тоже центральной нервной системой. Развиваются связи, нейронные связи. Это очень важно для гармоничного развития ребенка. Поэтому недаром, когда ребенок маленький, маленький – именно очень важным показателем его нормального развития психического является еще его развитие двигательное. Поскольку ребенок сел, когда он начал ходить. И очень важным критерием является вот это развитие ловкости, координации движений. Ребенок должен вовремя научиться играть с мячом, правильно прыгать, прыгать на скакалке, плавать, ездить на велосипеде. Это тоже показатель его нормального развития. Это тоже очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok